День семьи, любви и верности основан на семейной легенде святой супружеской пары из Мурома, князя Петра и его супруги Февронии, которые любили друг друга и хранили верность всю жизнь, несмотря на всевозможные сложности, возникавшие на пути этой любви. Герой нашего сюжета – семья Кушковых, также образец любви, верности и счастья. В канун праздника в их гостеприимной семье побывала Мадина Каракетова. На плечах этой хрупкой женщины большая ответственность. В свете Александра Кушкова – юрист Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии. Девочка-школьница, планировавшая свою дальнейшую жизнь, тщательно видела себя стюардессой, но жизнь надела на нее полицейскую форму. О милиции я не мечтала, потому что в нашей династии нигде ни мама, ни папа не служили в полиции. Но оказавшись в рядах сотрудников органов внутренних дел, я только обрадовалась и мне понравилось. И меня это еще больше собрало в жизни. Ответственность, качество выполняемой работы, дисциплинированность с тех пор стали основными чертами характера Александра, ее девизом. В первую очередь я сотрудник правоохранительных органов, признается она, а потом уже женщина, мама, жена. Часто рабочий день Александра пролетает незаметно за согласованием внутренних документов Министерства внутренних дел, их правовой экспертизой, представлением интересов ведомства в судах. И задерживаемся, потому что бывают срочные документы, которые необходимо согласовать и направить на подпись министру. Моя семья относится с пониманием, они уже привыкли. Еще бы ведь в семье Кушховых такой распорядок рабочего дня норма, так как все ее члены сотрудники правоохранительных органов. Поэтому они особенно ценят моменты, когда вся семья собирается вместе. Сегодня своим визитом порадовал сын, пришел с семьей на чай пить их родителям. Артур Кушхов, сотрудник Росгвардии, служит в отделе вневедомственной охраны. Пока теперь уже не просто строгая женщина-полицейский, а милая и ласковая бабушка Саша разливает чай и подает вкусняшки, дети делятся новостями и впечатлениями от прожитого дня. Герои этой беседы Артур и его напарник, которые спасли человеку жизни, были отмечены благодарностью ведомства и поощрены. Мы с напарником заметили, мы услышали какой-то звук, показал, что звук упал, упало что-то. Мы посмотрели, увидели, человеку плохо упал, и как бессознательно лежит, и как бы в конвульсиях. И оказали доврачебную помощь, карета скорой помощи, приехала на место, мы помогли, спасли его. Он задышал, более-менее пришел в себя, начал уже разговаривать, и после чего поблагодарил нас. А вот и глава семьи Кушковых Юрий, инспектор управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас он в отпуске и плодотворно проводит каждый день заслуженного отдыха, посвящая их любимым занятиям, на которые в рабочие дни совершенно не остается времени. И, конечно же, вечер в кругу семьи для него священен, как и для каждого за столом. С Александрой он в браке 27 лет. За эти годы у Кушковых появилось трое детей – Артур, Виктория и Тимур. Эти годы были полными счастья, признается Юрий. Он не устает благодарить Бога за ту судьбоносную встречу в 1993 году в магазине детских товаров, которая и определила его жизнь. Я стояла за прилавком. Он подошел, что-то спросил. Честно говоря, уже так много времени пошло, уже не помню. Что-то спросил. Я ответила. Сколько раз я ему задавала вопрос, почему именно ко мне подошел. Сказал, что понравилось. Сердце застучало, подумал – моя судьба. Так и сложилось. Получается, любовь с первого взгляда. Симпатичный, галантный, спокойный и добрый, а главное – высокий. Эти качества кавалера в первую очередь приметила Александра, а Юрий в это время смотрел на нее и думал – богиня. А дальше все как в красивых фильмах о любви. Как он вам сделал предложение? На одном из свиданий. На одном из свиданий предложил пожениться. Ну, это сейчас. Вот современная молодежь, насколько мы из интернета узнаем, очень много красивых жестов делают ребята девушкам. Ну, когда у нас это было как-то просто все. Предложил руку и сердце. Я недолго думаю, согласилась. Конечно, за 27 лет всякая бывала в жизни, как и в каждой семье, но мудрость и любовь всегда были определяющими в любой ситуации. Бывало и в спылим, и я, и он. Ну, как-то вот я, особенности я, старалась углы обходить. Понимание, наверное, компромисс какой-то. Находить точки соприкосновения, и все будет хорошо. Да? Да. Я никогда не жалел о сделанном выборе. Я радуюсь, я благодарю, не знаю, небеса, Всевышнего, что вот так жизнь сложилась, и я с этим человеком живу. И еще одно незыблемое правило семейного счастья Кушховых – работа остается на работе семья дома. Семья Кушховых, кстати сказать, межнациональная. Мама у Александра русская, сама она абазинка, а Юрий черкес, воплотила в себе все качества, которые традиционные религии России признают идеалом супружества. Взаимная любовь, верность, уважение, готовность прийти на помощь друг к другу, забота о нуждах всех членов. Я благодарна Богу, что я родилась именно в такой семье, что у меня именно такие родители самые заботливые. И, несомненно, являются примером по жизни для меня и также для моего старшего брата. Мадина Каракетова, Роберт Джигутанов, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия.